Вот в 2015 году на сайте Ynet News вышла прекрасная обзорная статья, вот указаны ее авторы. Ну, как всегда, когда происходит такое небольшое землетрясение в Израиле, люди вспоминают о важности этой проблемы и вот под влиянием, либо когда серьезное землетрясение происходит в других странах. Вот я уже не вспомню, то ли где-то в Тибете, в Гималаях большое землетрясение происходило, то ли небольшое в Израиле, но по крайней мере это было толчком к написанию очень хорошей обзорной статьи. Ну, вы видите, что статья начинается с фотографии печальной вот руины зданий в Иерусалиме после землетрясения 1927 года. Вот. И приводятся цитаты разных знающих людей, а также тех, кто ответственны за ситуацию. В частности, государственный контролер Израиля в 2011 году утверждал, что при том состоянии зданий, которые у нас есть, катастрофа может унести порядка 15 тысяч человеческих жизней. И разрушены сотни тысяч зданий. Министерство строительства... Значит, какая история? В 1980 году вышел новый стандарт строительства в Израиле, который требует уже современную нормальную сейсмостойкость зданий. И где-то с 1982 года начали возводиться здания, соответствующие этому стандарту. Хотя вот участник нашей группы, Баруха Ермолинский, он говорит следующее. Вот у него есть прекрасное интервью на Девятом канале, кстати, его можно в интернете найти. Что только с середины 90-х годов в Израиле стали возводиться здания с укрепленными защитными комнатами. Это такие стояки из укрепленного бетона, скажем так, например, по четырем углам здания, куда люди... И там эти комнаты безопасности одна над другой, куда люди могут прятаться в случае ракетных обстрелов и так далее. И вот эти четыре стояка, они существенным образом укрепили здания. То есть здания, построенные с комнатами безопасности, они уже по-настоящему сейсмостойки. Здания вот в этот промежуточный период с 1982-го условно до 1995-го года, видимо, они несколько прочнее, чем здания, построенные до этого. Однако все еще знак вопроса, и каждое индивидуальное нуждается в серьезной проверке. Так вот, по крайней мере, 810 тысяч квартир находятся в зданиях, построенных до 1980-го года. Согласно этой статье и утверждению министра строительства. Вы можете представить масштаб работ, которые требуется произвести для улучшения безопасности граждан. И также есть еще два эксперта. Один из них профессор Машей Инбар, эксперт в естественных области управления, поведения при естественных катастрофах. Эксперт из Хайшского университета. Вот по его утверждению, что при землетрясении в 6 баллов и выше, ну вот такие, которые в Израиле происходят в среднем раз в 100 лет, около 90% структур зданий, построенных до 1980-го года, находятся в состоянии опасности. Просто могут рухнуть. В особенности тренд строительства. Я думаю, что здесь имеется в виду о домах-трамвайщиках. Я могу предположить такие удлиненные здания, которые в 50-е годы возводились. А также дома на сваях. Вот это действительно бич Израиля. Израиль и Аврум Шарнопольский много эту тему исследовал, тоже участник нашей группы. В 70-е были построены эти здания. Они и сами по себе неустойчивы к землетрясениям. А кроме того, эти бетонные сваи, они дают трещины. И там ржавеет арматура. Многие из них, к сожалению, дошли уже до такого состояния, что они могут рухнуть даже и в обычных условиях, без всякого землетрясения. И указано в этой статье, что сотни тысяч людей живут в Израиле в таких структурах. Также профессор Машейн-Бар указывает наиболее опасные зоны, расположенные вдоль этого сирийско-африканского разлома. Он называет его здесь восточно-африканский разлом. Значит, это нижние районы в Твери, Бейджан, который буквально сегодня-вчера трясло, районы Сфата. В Сфате есть районы, которые на скальной породе построены, по утверждению профессора Инбара, они более устойчивы. А есть районы, которые не на скальной породе, они менее устойчивы. Кириат-Шмоны. И также зона гостиниц в Эйлате, которая возведена на таких осадочных породах. Грубо говоря, к чему-то, что только может немного более плотно, чем песок. И еще один эксперт, профессор Ави Киршенбаум, тоже по управлению катастрофами, тоже в Хайфском университете. Значит, он уже описывает сценарии, что, к сожалению, может произойти, если сильное землетрясение в Израиле случится сейчас. Рисует ужасную картину. Огромное количество жертв на улицах. Погибшие люди, которые не могут даже быть идентифицированы или эвакуированы или похоронены. Это все на первом этапе землетрясения, потому что вот эти массовые разрушения и жертвы, их количество намного превосходит мощность тех спасательных служб, которые сегодня в Израиле есть. И просто раненые люди вынуждены будут сами себе оказывать помощь. И в связи с этим призывается произвести массовое учение среди населения. А вот что, вот как в такой более продвинутой форме, не просто выбежать из домов, а какие активные действия можно производить с тем, чтобы помочь себе и людям вокруг. Также вода, электричество, канализация, газ, все эти инфраструктуры могут быть разрушены. И так же и связь. То есть люди останутся без связи, без связи друг с другом. И вода даже в эти первые дни может быть огромной проблемой. И вывод такой, что в первые три дня, если не дай бог случится эта массовая катастрофа, люди не смогут рассчитывать ни на какую помощь, только на себя. Только впоследствии командование тылом спасательные службы, видимо, смогут добраться к основной массе пострадавших.